Наш мальчик, он сидит на коробке, он сидит на коробке, потому что мы возвращаемся обратно с очень длинной поездки, вообще, но вы знаете, на самом деле произошли удивительные вещи. Во-первых, мы продали наши машины в Америке, и мы купили машину здесь в Кении, это во-первых, потому что мы уже столкнулись с тем, что мы практически без средств передвижения, ввиду того, что мы работаем с теми церквами, которые находятся не в пределах черте города, нам очень сложно туда в операции, нам нужна была машина, потому что мы уже столкнулись с тем, что у нас начались проблемы с дыхательными путями, потому что мы наглатываемся вот этой всей пыли, которая есть на дорогах, и мы вынуждены думать уже были о том, что делать дальше, и мы пришли к выводу, что нам нужна машина, и нам нужно продать те машины, и начинать уже здесь, уже осваиваться более, более как бы масштабно. Но я вам хочу сказать еще что-то. Сегодня произошло удивительное событие, которое, ну, мы не планировали его, мы не думали, что так все получится. Когда мы уезжали из Китала, и мы уезжали за машиной в Монбассу, мы не планировали, что на обратном пути у нас получится встретиться с одним из местных епископов, который в происхождении является корейцем, который здесь в Кении находится более 25 лет, и у этого епископа здесь находится более 800 церквей, которые разбросаны практически по всей территории Кении, и он является таким как национальным координатором, ну, как они говорят. Вот, и вы знаете, вот Бог сделал просто удивительные вещи. Мы встретились с этим человеком. Мы вот буквально, вот, что называется, с первого взгляда полюбили друг друга, потому что вещи, о которых мы говорили, и мы говорили, что мы хотим делать различные тематические образовательные, как бы, процессы для служителей, для местных пасторов, которые находятся в деревнях, для которых учиться в Наробе являются огромными денежными средствами, и практически неподъемными. Эти все вещи были в его сердце, и он очень был открыт вообще к тому, что мы вот находимся вот в Китала, что мы готовы здесь, в этой округе развивать, потому что он утверждает, что здесь, в этой округе, вот, вокруг города Китала есть огромное количество церквей, у которых они реально нуждаются в каком-то образовательном процессе, и у них практически нету ничего, у них нету ни детской работы, ничего. А там мы начали говорить о том, что мы точно так и хотим делать образовательный, процесс, посвященный именно работе с детьми. Для него это просто был восторг, и он говорил сто процентов, да, говорите, друзья, я вам готов открыть все двери, всех контактов, всех своих знакомых, все, все, все. И мы были очень удивлены, очень удивлены вообще тому, что Бог делает, и как Бог это все делает. И насколько вот буквально вот такое впечатление, что мы троим какой-то один шаг, а вот Бог вот это делает второй, третий шаг, открывает вот просто неожиданно двери, встречи людей. И мы даже вот, чтобы встретиться с этим литвийскопом, мы сделали по дороге обратно уже там круг, в районе там, наверное, около трех-трех с половиной часов, просто уехали в другой город, вообще прямо на границе с бандой. И это было удивительно вообще, как все произошло и как все сложилось. Так что в итоге, что я хочу сказать, по сухому остатку, как говорит один мой хороший друг, нам нужны беседы, нам нужны люди, которые могут приехать сюда, которые могут служить в церкви, которые могут учить, преподавать, которые готовы обучать, особенно готовы обучать преподавателей, вот именно в детской работе, именно в воскресных школах, потому что в церквах, где практически есть там до 100 человек, там может быть 60-70 человек, в 2-3 раза больше в этих церквах является как бы по численности детей. И они ничем вообще не заняты, они ничем, ничему не обучены, они ничего не умеют, потому что некому с ними заниматься. И мы всех желающих приглашаем в Кению, приглашаем сюда в команду, которые готовы служить, которые готовы строить Царство Божье. Так что, дорогие друзья, всех добро пожаловать. И также молитесь за нас, потому что нам очень нужна молитва. Мы просто видим, как вот Бог делает какие-то вещи, и тут же дьявол что-то делает. Потому что буквально вчера произошла такая история, что у меня в Наробе из рук вот буквально вырвали мой мобильный телефон. Просто наглейшим образом. И, естественно, пропало все, что там было, что называется. И пропал хороший телефон, который мы использовали для миссии, для служения, для съемки, для камеры. И это было тяжко, но Бог нас потом таким вот образом благословил, что мы смогли встретиться с пастором Кимом. Так что, друзья, молитесь за нас. Приезжайте сюда. Если кому-то сплошь нас положит, чтобы благословлять нас и наше служение, здесь с финансами, мы будем очень благодарны, потому что образование всех этих библейских школ однозначно требует денежных средств. Денежных средств нет здесь в Кении. Эти люди очень бедные. Они практически живут в день на полтора, на два доллара. Это очень хорошо уже. То есть это только на собственное пропитание и не более того. А причем у них у всех еще и семьи есть. Так что, welcome. Всем welcome. Всем welcome. Я снова узнала, ну, ну, эту машинку, а там, а мне, а мне, а мне на меня есть. Скажи, как больше. Я больше. Я не знаю, а мне на меня. И мы там домой ездим. Наш Самуил говорит о том, что он миссионер, кстати. Он очень любит разговаривать, рассказывать о своих машинках, потому что вот у него есть его любимый макрин, который он уже потерял, к сожалению, где-то в Момбасе оставил. И, конечно, для него, он еще не знает об этом, но для него, конечно... Тоже я потерял, я потерял, я потерял Томаса. И Томаса ты тоже потерял, да? Поезда ты своего потерял. Ну, скажи всем, да, плащу, мамы. И, может быть, это моя машинка, у меня макрин. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Продолжение следует...